Здравствуйте! Это очередная встреча на Народном. Сегодня говорим о тех, кому наша помощь и поддержка крайне необходимы. Это люди, испытывающие проблемы со зрением. И у нас в гостях Татьяна Зиновьева, председатель Мурманского регионального отделения Всероссийского общества слепых. Татьяна Алексеевна, здравствуйте! Здравствуйте, Юлия! Сегодня вы буквально с утра к нам прибыли из Мурманска. Расскажите, пожалуйста, о цели вашей миссии в Кировско-Апатитском районе. Ну, одна из целей, конечно, это познакомиться и побывать в детских садах с коррекционными группами, где есть детки с нарушением зрения. Для того, чтобы представить им к Новому году такие небольшие подарки, подарить это медиагид, такое считывающее устройство для чтения. Оно у нас лежит здесь на столе, но давайте подробнее. Для чтения аудиоконтента. Ну, это техническое средство реабилитации, которое не входит в перечень индивидуальной программы реабилитации, такое новое направление, с помощью которого человек, любой человек, может, не прибегая к визуальной картинке и не напрягая зрение, получить необходимую информацию, заложенную в специальной литературе. Как это происходит? Вот, это мы нажимаем на кнопку, включаем наш медиагид, открываем нашу литературу, здесь мы активируем нашу литературу, выбираем язык, и уже здесь необходимую информацию прослушиваем. Особенность как раз медиагида того, что визуальная картинка здесь просто картинка, а информация достаточно огромная, то есть каждая литература это 5-6 часов звучания. То есть так же можно и прекратить звучание? Да, точно так же. Мы выключаем, можно увеличивать, уменьшать звук, можно записывать дополнительную информацию, это является еще и как диктофон своего рода. И при этом я смотрю, что у вас тематика такая патриотическая, да, это Великая Победа, Великая Отечественная война. Да, династия Романовых, народы Российской Федерации, символика как раз нашего государства, да, и Московский Кремль. Дело в том, что в этом году мы выиграли в рамках президентского гранта, мы выиграли достаточно большую сумму, более 2 миллионов, и закупили вот на 800 тысяч мы закупили таких медиагиды такие и специальную литературу. И сейчас стараемся распространить всем нуждающимся совершенно бесплатно, для того, чтобы люди незрячие, как вы знаете, что им гораздо сложнее, чем зрячим получать ту или иную информацию. Вот, поэтому мы стараемся им дать такую возможность. Дело в том, что в связи с тем, что сейчас средства массовой информации, особенно западные, чаще всего доносят неправдивую информацию о истории нашего государства, то вот это, наверное, будет выход для того, чтобы человек действительно знал свою историю, историю нашего государства. Причем начать вы решили как раз-таки с подрастающего поколения. Вы сегодня побывали в 46-м и 48-м детских садах в Апатитах, побывали в Кировске в одном детском саду. Поделите, пожалуйста, впечатлениями, как дети реагируют на такие необычные подарки. Ой, ну великолепно, даже не ожидали, потому что дети как раз это, наверное, самые благодарные слушатели, самые позитивные, самые бескорыстные. То есть они не умеют скрывать эмоции, в отличие от взрослого, да, и если им нравится, то им нравится. Вот, и сегодня мы могли наблюдать, что детям действительно очень понравилось, и они с восторгом забирали друг у друга медиагид, передавая друг другу, но так, конечно, пытались выхватить друг у друга, но тем не менее, слушали с интересом и благодарили, даже обнимали. Ну, в общем, все прошло очень позитивно. Ну, а в целом, если говорить о наших детских садах, насколько таким малышам с проблемами со зрением там комфортно, насколько для них созданы условия? Потому что для вас провели небольшую экскурсию, и заведующие детским садом, да, и воспитатели, и представители администрации также сопровождали вас. Да, очень все доступно, все разбито по зонам необходимым, да, и очень хорошо, что с ними работают профессиональные педагоги, дефектологи, которые, в принципе, знают свое дело. Видно, что детям очень комфортно в детском саду, для них проводят еще дополнительно какие-то процедуры для глаз. То есть все очень на высшем уровне, очень хорошо, все очень понравилось. Нам есть с чем сравнивать. Видимо, еще ни одна организация области, да, и ни одно дошкольное учреждение получит подобные комплекты. Вы также подарили и администрации нашей. И администрации, и такое уже средство техническое есть у нашего губернатора, у Министерства образования, у Министерства культуры, у Министерства труда и социального развития, у всех наших филиалов. Участие в грантах – хорошее подспорье для регионального отделения? Очень, да. В рамках президентского гранта наши люди имеют возможность не только получать дополнительные технические средства реабилитации, но и имеют возможность посещать те или иные места, в которые, ну, наверное, у них нет возможности такой, да, самостоятельно поехать. В этом году мы вывозили группы людей в Арзугу, в Териберку, то есть на несколько дней с замечательными экскурсиями. То есть это какие-то автобусные экскурсии? Да, экскурсии, то есть с проживанием в гостиницах. Мы имели возможность выйти в открытое море на катере в этом году. Несмотря на пандемию, все-таки все это состоялось. В Арзуге у нас были замечательные экскурсии, музей. В принципе, нам все очень понравилось. То есть ваше отделение вообще живет такой полноценной, насыщенной жизнью? Да, да, наши незрячие люди, наверное, очень активные, но некоторых приходится, ну и раз, конечно, подталкивать, выводить из какой-то состояния депрессии, но мы стараемся. Ну, я знаю, что у вас даже до пандемии проводились различные конкурсы, какие-то спортивные состязания. Сейчас в условиях пандемии, насколько изменилась ваша жизнь? Или уже такая небольшая оттепель началась? Мы уже понимаем, как надо в условиях борьбы с коронавирусом существовать. И вот, да, тем более какие-то экскурсии возобновились. Ну, да, несмотря на пандемию, конечно, у нас в этом году все равно привлечено достаточно много средств, да, благодаря грантам. Вот, и мы смогли первый раз, так как у нас не одна организация, у нас есть еще дополнительная организация, Федерация спорта слепых. И в этом году мы первый раз написали грант и выиграли 600 тысяч, 654 тысячи и реализовали замечательный проект по спорту. Закупили настольные игры, которые, в принципе, можно взаимодействовать с зрячим и с незрячим в этих играх. То есть игры — это не шашки, не шахматы, это игры более развлекательные, наверное, и очень интересные для наших людей. Вот, и у нас очень много экскурсий, ну, помимо этого, у нас, в принципе, пандемия вынесла, конечно, свои коррективы, но все равно мы очень много реализовали таких мероприятий, конечно, не таких масштабных, как хотелось бы, но тем не менее. А вот сколько у нас в области вообще первичных организаций? Пять первичных организаций и одна региональная. Да, есть в Апатитах, в Манчегорске, в Североморске. Это Кирско-Апатитская, да, у нас? Да, в Североморске, Мурманске, вот, да, и Кандалакша. А какая помощь оказывается им, вот, помимо, да, каких-то пособий, интеллектуальных, развлекательных поездок, вот если говорить именно о средствах реабилитации, о том, что помогает как-то облегчить свою участь? Всего ли в достатке? Получается ли, чтобы помощь была оказана своевременно, вовремя, и федеральная, и региональная, и на муниципальном уровне? Ну, мы стараемся, конечно, если человек состоит у нас в организации, конечно, мы, как бы, всегда он у нас на связи, и всегда мы стараемся как-то привлекать к мероприятиям. Если человек нуждается в реабилитации, то мы направляем в наш центр реабилитации, центр нашего общества слепых находится в городе Волоколамске. Реабилитация... Вот, чтобы потом работать и получать какие-то деньги за ту работу, которую он там обретет, какой-то навык. А что касается средств, которые помогают человеку, плохо видящему или незрячему, именно ориентироваться в пространстве? Это я говорю про отрости или собака-поводырь. Насколько у нас с этим просто сложно? Есть ли какие-то проблемы в получении этих посредств? Собака-проводник у нас выдается по показаниям, то есть, если она записана в индивидуальную программу реабилитации, и если человек заявляет о том, что она ему действительно необходима, он пишет заявление в фонд социального страхования, его ставят на очередь, но это все очень быстро происходит на самом деле. Есть у нас в Москве, опять же, во Всероссийском обществе слепых такая школа собак-проводников, где воспитывают собак, то есть, там есть вплоть до отродов, то есть, родильный дом, и до выпуска собачки находятся вот в этой школе. Если человек туда приезжает, две недели он проживает там, его обучают, их сводят с собакой со своим будущим, да, подопечным, и если все получается и у человека, и у собаки найти общий язык... Если контакт завязывается. Да, да, то человек сдает экзамен вместе с собакой, и после этого его уже выпускают, и он приезжает домой. Опять же, проживание и проезд бесплатен совершенно. А такие случаи, дружбы, взаимодействия с собакой-проводником, чисты ли в нашей области? Вы знаете о таких случаях? Да, у нас есть, есть у нас собаки, проводники получают у нас, совсем недавно получила у нас председатель Североморской организации, первичной, получила вот собачку Эштона, да. Сейчас замечательно у них все происходит, мы регулярно их наведуем, и видим, что и собаке комфортно, и хозяйке комфортно. Но я знаю, что во Всероссийском обществе слепых, да, и в региональных ячейках людей случайных не бывает. Для того, чтобы возглавить общество, человек сам должен страдать от этого недуга. Да. В той или иной степени. И вы как раз яркий пример человека, да, который живет с такой проблемой и нашел себя. Вот несколько слов о том, как вы стали председателем. Я знаю, что на Севере вы на самом деле не так давно, буквально 10 лет, ну чуть поменьше даже. Да, да, с 2014-го. Откуда вы к нам приехали? Я приехала, я являюсь беженкой, да, я приехала с Донецка, там я училась в интернате, естественно, интернат для слепых и слабовидящих детей. Попала я туда в седьмом классе, закончила, потом закончила славянский педагогический университет. После этого я работала какое-то время воспитателем, у меня была вторая группа по зрению. Когда приехала уже в Мурманск в 2014 году, когда начались боевые действия, естественно, получив гражданство, я пошла на переосвидетельствование и уже здесь получила первую группу по зрению. И так вот, наверное, я пришла в общество слепых. После этого, вот как-то так, я пошла в декрет, а мне позвонили, предложили возглавить одну из первичных организаций в Мурманске. И я возглавила в 2017 году, а уже в этом году я уже стала председателем регионального отделения. Дело в том, что мой председатель, который был до меня, Виктор Васильевич Черков, он достаточно долго меня готовил к этому. То есть, в принципе, практически с самого начала, как я пришла в общество слепых, он готовил меня на свое место. И, естественно, знакомил, вводил меня уже в те или иные комиссии, чтобы я уже как-то так вливалась в коллектив, вливалась в работу. Поэтому, как бы, в принципе, уже последние годы я так старалась выникать во все, что сейчас происходит. Поэтому, в принципе, это для меня не ново, но, тем не менее, все равно всегда волнительно. С какими проблемами чаще всего сталкиваются люди с проблемами со зрением? Ну, если это говорить о поздно слепших, конечно, это найти себя в этой жизни. То есть, обрести какую-то новую профессию или как-то вообще найти свой путь дальнейший. Да, если говорить о людях, которые рождаются с такой проблемой, да, то здесь, ну, как бы, все проходит постепенно. И все зависит от того окружения, которое в данный момент находится рядом с тобой. Если тебя понимают родители, если в образовательной системе все хорошо происходит, то человек, в принципе, вырастает достаточно, как бы, полноценным в плане. Да, уверен даже в себе. Да, и получает профессию, и работает, и замечательно себя чувствует, в принципе. То есть, с потерей зрения жизнь не заканчивается? Нет, не заканчивается, конечно. Но самое главное, я так понимаю, найти единомышленников, да, и вступить в ряды, как раз, да, в наши первичные отделения. Все ли знают о том, что у нас есть они? Ну, вот, к сожалению, как раз мы постоянно сталкиваемся с той проблемой, что, как бы, о нас мало кто знает, да, и информация о нас не доносится, там, допустим, на той же комиссии медико-социальной экспертизу, когда проходит человек, да, о нас не говорят, хотя, в принципе, мы оказываем достаточно большую помощь и поддержку инвалидам по зрению. Вот, поэтому я хотела бы сейчас обратиться к нашим зрителям, да, и сказать, что мы есть, что мы, как бы, помогаем, что вступайте к нам, если у вас есть такая проблема, мы с удовольствием вам поможем во всем, поддержим и, ну, окажем все стороннюю помощь. Поэтому я думаю, что, как бы, не закрывайтесь в себе, потому что, ну, как бы, есть люди, которым вы не безразличны. Да, которые могут и, самое главное, знают, как вам помочь. Ну, я думаю, что найти контакт и координаты будет несложно. Ну, да. И в своем городе, да, и непосредственно в регионе. В принципе, да. Ну, если кто не знает, Мурманск, региональное отделение Шевченко, 36, телефон 53-97-10. Татьяна Алексеевна, спасибо вам большое за эту беседу. Спасибо, что, несмотря на плотный сегодняшний график, я знаю, что сейчас вы уже отправляетесь в Мурманск, вы посетили нас. Надеюсь, что эта встреча не последняя. Ну, и хочется пожелать вам удачи, понимания и финансирования вашей нелегкой, но такой нужной работы. Спасибо вам огромное. Спасибо. А это было Народное телевидение. Увидимся в следующем эфире и до скорой встречи.